Друзья, всем салют! Снова рад вас приветствовать! Я снова с Димой, мы на том же месте, мы никуда не уходим уже такие сутки, записывая видео. И сегодняшнее видео, вы уже поняли из названия, будет касаться всего. Тумпы, аквариумов, оборудования, тестов, кормов. Вот Дима, исходя из своего опыта, а он уже 20 лет обслуживает аквариумы, естественно, он пропустил через себя большое количество всего оборудования, всех кормов. И естественно, он знает, что хорошо, а что плохо. Мне самому интересно узнать, что ему нравится, что нет. И этой информацией он любезно поделится с вами. Поэтому, по традиции, вы там что-нибудь себе приготовьте, усаживайтесь поудобнее и будем начинать. Ребят, сразу скажу, что будет касаться аквариумов объемом 100-200 литров, чтобы было понимание. И первый вопрос, какой фирмы тебе нравятся тумбы, либо самодельные тумбы, что ты по этому поводу скажешь? Качественная самодельная тумба, которая сделана с каркаса и из качественного ДСП, конечно, самая лучшая. Какие тумбы я видел у нас на Харьковском рынке? Это тумбы Ювель и тумбы Природа. Тумбы Ювель, они подходят только под аквариумы Ювель. Тумбы Природа, они подходят только под аквариумы Природа. Тумбы Ювель более качественная ДСП, меньше там какой-то потек, там попало, не разбухает. Все четенько, аквариум стоит, ну, рыба плечется, там что-то, когда чистишь аквариум, все равно какие-то капельки касаются. Нельзя сказать об этом о тумбах Природа. Тумбы Природа, даже Природа сделала специально поддон, чтобы, если что, вода стекала. Простое, самое простое ДСП, обыкновенное, которое при попадании в воды краюшки набухают. На третье место ставим их. Ювель второе. Очень мне нравится. Харьковская фирма Акватика. Они делают тумбы просто бомба-ракета. То есть, железный каркас, покрашенный, я, вы знаете, не стойлер. С чего они делают эти панели? У них там малярочка. Вот они красят, подбирают под вашу мебель. И, ну, неубиваемые тумбы практически. Что там с ними сделать, залить, чтобы они разбухли, ничего не получается. Это номер один. То есть, Акватика в Харькове. Я знаю, Акватика по разным регионам Украины много отсылает аквариумов. И я думаю, что многие люди очень довольны. Что касается аквариумов, какую фирму порекомендуешь? И какую, скажешь, нет. И либо только самодельные ты признаешь. Понимаете, что касается аквариума. Вот, к примеру, берем аквариумы Ювель. Аквариум Ювель, отличнейший аквариум, который простоит много лет. С качественного стекла. Очень красивой формы. Одуренно продуманная крышка. Но сразу нужно вырезать этот долбанный фильтр. Который сделан обратно противоположно всем принципам биологической фильтрации. И ставить флювал. Либо же другой фильтр. Даже, вот я прихожу, приглашают обслуживать аквариум. Вижу Ювель. Значит, фильтр... Прощаюсь сразу и ухожу. Нет, я сразу фильтр вырезаю. Даже хозяевам об этом не говорю. Там уже в фильтре стоит неоригинальный насос. Там стоит простой атман 203. Я на этот атман мочалочку бэушную ставлю. Вырезаю этот фильтр. Чищу там вот это с пузырьки, там где он приклеенный. Все. Даже ничего не говорю людям. Они говорят, ой, вода настолько чище стала. Настолько все там как бы лучше стало. Сумасшедшая цена компонентов. Сумасшедшая цена голов. Вот голова, к примеру, на 500-литровый, стоит 2 800. Я помню, брал тысячную голову, 2 400. Тысячную голову оригинал, 2 400. Ради того, чтобы у вас биологическая фильтрация шла по непонятно каким принципам, я думаю, что это не стоит. Хорошие аквариумы. Самые распространенные в Харькове аквариумы, это, конечно, аквариумы фермы «Природа». Классные аквариумы. Модельный ряд, очень удобный. Как для своего сегмента, ценовая позиция одуренная. Цена-качество мне очень нравится. Да, цена-качество. Туда можно поставить, можно провести и тетровский фильтр, и флювал поставить, и тот же поставить сан-сан. То есть, ну вот, вы знаете, чаще всего, чаще всего мне обращаются с ремонтом именно аквариумы с Харьковским аквариумом. Тетра, ну, может, ты знаешь, наверное, два раза я в жизни ремонтировал тетровский аквариум. Ой, тетровский, юл-элевский аквариум. Видел один раз тетровский, да, аквариум. Вот, где-то человек взял. В этом он там тоже горит, уже 15 лет стоит. Но чаще всего это ремонт, люди звонят. У меня даже такая система, я вот спрашиваю, сколько аквариуму лет? Они говорят, да, мы вот купили у человека, он там 7 лет еще простоял, сразу побежал. Я говорю, вы поймите, мы сейчас, ну, вот ту процедуру, которую мы снимали в этом аквариуме, это нужно проводить эту процедуру, чтобы его оживить. Я предлагаю, говорю, давайте по моей корпоративной скидке вы купите точно такую же банку, и она у вас прослужит еще 5 лет. Не могу обманывать, сказать, что давайте мы замажем шоу, все. Сегодня этот шоу, так скажем, держит, завтра этот шоу ничего не держит. С другой стороны, возьмет, потечет, и какой я мастер после этого. А что касается самодельного аквариума, ну, понятно, смотря где сделан и кем сделан. Первое место, вот я все-таки отдам, это Акватико. Конечно, заплатили, но в первом месте, да? Ну, нравится мне Акватико. Я сейчас расскажу, в чем разница. Почему не нравится? Да, почему нравится. Второе место, это Штепа Олег, не помню, как его производство называется. Третье место, это Мэйден, частная мастерская. Вот, вот, к примеру, до войны, сейчас этой конторы не существовало, Аквариум Классер, Аквариум Комплекс. Аквариум Комплекс. Хорошие аквариумы, эконом-класса, которые не ремонтоприводные абсолютно. Самоклейка в один слой приклеена, видно, что там подрезана, лампа включается, две лампы накаливания стоят. Приходится этот аквариум еще там доделывать. Это третье место. Но, тем не менее, этот сегмент на аквариумном рынке, Харьковскому клиенту, очень довольно-таки распространен. Чем отличаются аквариумы Штепы от аквариумы Шутиева? Тем, что у аквариума Олега проще чинить светильники. У аквариума Акватика светильники починить – это ад. То есть, они там сперва ставили Т-8 лампы с замудренно спрятанным дросселем. Долезть туда – это практичный ад просто для электрика. Штепы как-то все попроще открываются. Потом Т-5 лампы. Потом они начали делать светодиоды, полоски. Но светодиоды еще в практике такой нету, сильно наработанной. Пока месь все, слава богу. Все-таки, знаете, акватика, оно там все выкрашено, все блестит. Вот Олег Штепа, у него вот много там просто пластик или в самоклейку обвернуто. Качество шва и продолжительность жизни аквариума и у тех, и у того, и у того одинаково. Качественно сделано, вопросов нет. Штепы Олега аквариумов масса по Харькову на обслуживаниях. То есть, это мощная тоже фирма, которая занимает хороший сегмент на Харьковском рынке. Ну вот мы теперь добрались к освещению. Какое тебе освещение нравится? Фирмы, либо самодельные? Расскажи про него. Тут же тоже много. Тут и накаливание, и Т-5, и Т-8 светодиодные. Эволюция освещений на Харьковском рынке шла с прогрессом и в сторону светодиодов. Сперва были Т-8 лампы, потом Т-5 лампы, и потом начали все делать светодиодные полоски. Самое мое любимое освещение, это было в нулевых годах, это Т-8 лампы. Сочетание ламп Аквагло-Марингло давало интересный, классный оттенок. Так как у нас в Харькове большинство людей все-таки заказывает псевдоморье, это настолько было красиво. Потом, значит, эти лампы потихоньку начали уходить с рынка. Сейчас их вообще нигде не купишь. Дальше фливаловские лампы, Хагеновские, там были, по-моему, Пауэр и Актиния. Актиник, Актиник Т-5 лампы, 115 см, 67-115 см. И не помню. Они долгое время занимали сегмент рынка, тоже очень, так скажем, хорошо работали. По диодам сейчас только нарабатывается практика. Диодов можно ставить, если берем для растений, это целая наука. Если мы берем для освещения, диодная лента работает только от стабильного 220. Все перепады она не любит и потихонечку выгорает. То есть, если стоит бесперебойник на диодном светильнике, он проработает годами. Если нет, он проработает год. То есть, я даже сам, диодные светильники на центральном рынке беру диоды, собираю. В течение года они потихонечку, там, три штуки выходят со строя. Если бесперебойник стоит, работают, работают, еще будут работать. Ну, значит, как тебе зададут вопрос по поводу, какие ты там цветы диоды берешь? Так скажем, у меня нет таких вот, такого производства, как, к примеру, Акватика, Олег Штепа. Я беру диоды, такие модули, такие цвета. Холодно-белый, тепло-белый, желтый, красный, синий, зеленый. Вот, пожалуй, и все. И еще есть фиолетовый. Если это псевдоморье, ставлю на каждые 30 сантиметров. Пять диодов из них, один белый, четыре синих. Получается очень интересный цвет. Если это живые растения, я ставлю на два белых, синий и красный. На три белых, синий и красный. Вот, это все на от 20 до 30 сантиметров аквариум. Получается, у меня такое скопление диодов. Растения растут хорошо. А они там идут на двухстороннем скотче, легко к крышкам крепятся, легко крепятся к природовским крышкам, легко крепятся к любым вообще абсолютно крышкам. Даже крышкам ювель. Прекрасно крепятся. Им радиатор не нужен? Нет. Подожди, радиатор. Они от блока питания, подбирается блок питания, он выводится в тумбу. Радиатор, я в том плане, тепло отводить, забирать. Диоды там не ж греются, когда работа? Не сильно. Не сильно, нет. Эти диоды не греются. Они герметичные, они там влагостойкие. Вот, неплохие. Будут писать, какой фирмы, где купил, расскажи. А в описании будет твой номер телефона? Не вопрос, я дам номер телефона на центральном рынке, парень занимается, там и опт у него есть, и розница. Вот, это очень налажено сейчас все, то есть этих диодов очень много по Харькову. Что говорить о сложных диодах, это, шути в Царство Небесное, человеку, вот он паял светильники, я, конечно, видел эти светильники, это просто какой-то космический корабль. То есть, для меня это поочередно из диодов, для меня вообще непонятно. Там, ну, дорогие светильники, вот 12 тысяч евро стоит. Так что, ребят, в описании под видео будет Димон телефон и его инстаграм. Пишите, обращайтесь. Обслуживание и по поводу светодиодов, потому что я не знаю, я их не видел. Ну, а теперь мы добрались до фильтров. Ну, про внешние мы уже записали видео, есть такое, а внутренние фильтры, какой тебе фирмы нравится и какой бы ты ни посоветовал. Самый лучший фильтр, зарекомендовавший себя вот на моей практике, на моей смене 20-летней, это Атман. Атман, голова от 201 до 203. У нас есть объект, где этот фильтр 202 проработал 12 лет. Нравятся фильтры, турбофильтр Акваэль. Хорошие фильтры. Там даже у них биологическая засыпка есть. Ну, можно ее снять, поставить мочалку. Очень хорошо он продувает мочалку. На третьем месте фильтра Сан-Сан. Хоть их там так расхваливают, что сбоку можно и под слив, и под верху приспособить для биологической, но все-таки они работают меньше. Видел помпы Рессан еще. Ничего не могу сказать, не было такого широкого распространения этих помп. Не могу ничего сказать про вот эти помпы. Что касается компрессоров, какой посоветаешь, фирма, а какой, скажешь, не надо брать. Тут как относиться к этому вопросу. Если мы берем компрессор всерьез и надолго и готовы его обслуживать, то нужно брать тетровский компрессор. На него есть запчасти. Он малошумный. Он долго работает. Вот у меня даже бэушный компрессор, где-то клиент какой-то говорит, а давай новый поставим. Этот уже не так выдувает у меня дома. Он еще три года работает на мембранах, которые я не менял. То есть довольно такие вот компрессоры классные. По электрике они неубиваемые вообще. Только меняем мембраны. Только меняем мембраны. Все. Другие компрессоры это темный лес. Это если Сузири раньше возила Маус. Как правило китаец, он если год работает, прекрасно. Вот сейчас очень классные компрессоры. Они сейчас пропали, но скоро появится Рисан. Просто одуренная плавненькая регулировка. Тихенькие компрессоры. Работают долго. Очень хорошие Рисановские компрессоры. Я не знаю, это стоит изучить. Отдельно потратить неделю, может две недели изучить всю массу китайских компрессоров, которые существуют на рынке Украины, Харькова. То есть можно по этому поводу какую-то научную работу написать и дать какую-то характеристику о их работе. Это нужно несколько лет. К сожалению, у нас такого времени и нет. Какими препаратами ты пользуешься для водоподготовки воды в аквариуме? Самый мой любимый препарат при запуске аквариума это препарат Акосейф. Если аквариум не запускается, хотя он запускается с выливом старой воды и заражением бактериями. Если он не запускается, фильтр ложу Бактазин. Химия Тетра, классная химия. Так получилось на Харьковском рынке, что сыровская химия, вот почему-то она всегда была в стороне. Хотя там очень качественные лекарства. В мое время, как-то еще 10 лет назад, кто-то пытался возить джибейлевскую химию. Не знаю, есть ли она сейчас в интернет-магазинах. Очень классная, крутая химия. Касаемо и запуска аквариума, касаемо и лечения рыб. Палочка, выручалочка всегда это аквасейф был у каждого аквариумиста. Дело в том, что мы подходим совершенно иначе к проблемам воды. Люди, многие думают, что можно, к примеру, снизить карбонатную жесткость, либо снизить общую жесткость, добавив какой-то препарат. Да, временно. Но мы, как профессионалы, вопрос этот решаем в корне. То есть мы пользуемся обратным осмосом, водой обратным осмосом, тестами и делаем нужную необходимую воду для определенных гидробионтов. И всегда с клиентом советуем во избежание каких-либо проблем с водой воду лить только с фильтра обратного осмоса. Многие аквариумы, которые сделаны фирмой Акватика, уже установлены. Они в себе содержат подведенный под кран обратный осмос, который в протоке капает, 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 капает. То есть чистая вода, и не надо. Нитрат, нитрит минус там, аммиак минус и так далее. А с какими-то пустышками сталкивался препарат? Мне кажется, что пустышки реально, вот это, это, всякие вот это, алгаремы, алгизиты, вот. Но они в отрасли, да? Ну не работают они, да. Вот что касаемо, если берем линейку Ермолаева, к примеру, алгашок, бороду косит. Берем, к примеру, нитчатку, алгицид СО2, прекрасно работает, вообще нитчатка уходит. Вот эти препараты, ну, я скука их не пробовал, ну, никакого эффекта вообще. То есть я помню, ну, лет, наверное, 12 назад это все мы пробовали, 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 потом все перестали. Но обильно в магазинах было, все лежало, как бы, ничего у нас не получалось работать с ними. Может, из-за того, что одна из причин того, что водоразь уходит, это обязательно нужно смягчить воду. Три фактора роста паразита. Это органика, это минералы, жесткость воды, карбонатная особенно жесткость, и свет. В инструкциях не было написано про какие-то химические изменения жесткости воды и сопутствующих препаратов применения с альгаремом, с салгизитом и так далее. По одиночному мы не увидели никакого результата. Какие препараты использовал для лечения рыбок? Какие тебе понравились, какие оказались так же бесполезны? Лечение рыбок, конкретно, понимаешь, люди лечат рыбок, если это дискусс. Люди лечат рыбок, если это арована. Там, где живут такие рыбы, там стоит осмос, там стоит ультрафиолет, и они там не болеют. В основном сводится лечение рыбок, но я должен сказать еще тот факт, что с минимализацией использования живого корма болезней стало все меньше. То есть меньше стало желудочных болезней, меньше стало бактериальных болезней, практически не стало грибковых болезней. Все лечение, вся наука о лечении их те патологии передвинулась в сторону рыборазвута. Человек берет рыбу, если она здоровая, он кормит тетрамином, тетра проэнерджи, серовским кормом, не знаю, сухими кормами. Откуда взяться болезням? В основном на моей практике рыбы болеют функциональными болезнями. Но, к примеру, человек плохо следит за аквариумом. У него нитрат, когда меряешь 100, рыба в этой среде месяцами получает токсическое поражение печени. И у рыбы начинает вздувать живот, это априцирозное состояние, асцит, ее начинает косить вправо-влево, она может прожить месяц, может прожить два года в этом состоянии. То есть, в основном, болезни, функциональные заболевания их теология не лечит. То есть, нету там операций, нету пересадки органов. В основном, линейка для лечения рыб это была тетра-контралк, в основном там манка все это, и серовские препараты, бактапур, микапур. Ну, ты знаешь, я, признаться, несколько раз сталкивался только в аквариуме, там, где кормят сухими кормами, с какими-то вот такими болезнями, которые требуют лечения либо антибиотиков, либо антигрибковых препаратов. Это считанные случаи. Множество рыбы, когда она начинает болеть либо инфекционными, либо грибковыми заболеваниями, она, если это не продиагностировано, вот, там, два часа назад, и через третий час внесен препарат, она обречена. То есть, это очень мало времени. Ну, мы уже вскользь коснулись кормов, тоже давай про них поговорим, какой тебе фирмы больше нравится, какой меньше, а какой бы ты ни посоветовал взять. На мой взгляд, самый лучший корм это тетра-проэнергию. Лучше сбалансирование корма не существует. Рыба хорошо растет, аквариум минимально набирает органики от него. Понятно, что самый топовый корм распространенный тетра-амин. Тетра-овские корма очень качественные. В какой корм ткни пальцем, везде корм хороший. Второе, мне кажется, ну, просто по массовости распространения это сера. Сера тоже качественные корма. Я видел корма джибель. Джибель, типа тетра-амина, тоже хорошие корма. Единственное, самые страшные корма, которые человек купил, считай, что рыба обречена. Это фирма Аквариус. Кроме одного корма. Кроме корма для парчевика. Он хороший. Его даже едят астронутусы, прям жуют так и растут так вот хорошо. Вообще все самые его хорошо едят. Другие же корма, рыбы опухают живот. Вода засоряется, органики набирает. Вода цвета набирает, коричневого, зеленого. Мы пользуемся тремя видами корма. Это тетра-проэнерджи, это тетра-цехлит и тетра-вейфер-микс. То есть, корм для всех рыб, типа неон, минор, глуфиш, для цехлит, вот понятно, и для самов. вейфер-микс. Все. Этих трех кормов достаточно, чтобы обеспечить всеми необходимыми микроэлементами и минералами, белками, жирами, олеводами ваших рыб. Какой грунт ты бы порекомендовал в том плане самому набрать его, либо какой-то фирмы, например, как у Териеля, Монада, там, или песочек какой-то? Все зависит от цели. Если это цехлидник, тут разницы нету. Монаду цехлида будет там, он вообще будет летать, легкий. Если это аквариум с живыми растениями, тут это отдельная тема, если это, не дай бог, скейп, это вообще тут можно с ума сойти, сколько можно говорить по этому поводу. Если мы берем простые растения, знаете, хинодорусы, криптокорины, апанагетоны, те растения, которые даже растут без СО2, могут использоваться в связи с гидрокарбонатом, Монада прекраснейший грунт, очень классный грунт, Монада, очень себя зарекомендовал, неплохо. Грунт, который продается на фирме Сузирия, это не чайзоу, не чайзоу грунт, это черный грунт, я не помню, как этот камень называется, то есть он очень распространен, на нем красиво смотрятся растения, черный грунт, неон, черный базальт, а, да, вот, ты мне подсказал, черный базальт. Само хуже себя зарекомендовал грунт в аквариуме с живыми растениями, это мрамор. Приходишь к человеку, видишь, он выстилает дорожки полаквариума с белого мрамора, полаквариума с черного мрамора, и туда насадил растения. И никогда в жизни эти растения не будут расти, а просто гнить и все. Мрамор это не грунт для растений, мрамор это грунт для циклит. И то, он рекомендуемое, все знают, что такое ТДС-метр, рекомендуемое значит, на ТДС-метре показатель для жизни аквариумных рыб это 50-160 это мы берем ниунчика, глуфиш, наностому, савородоснуз и так далее. Если циклида по моим наблюдениям там 400-500 но я видел такие цифры на грунте на этом самом на мраморе. Я на ТДС-нике видел 160 и мигает умножить на 10, то есть это 1600. Видел 180 умножить на 10. То есть я не знаю как там рыба живет. Жесткость воды сложно представить. Бывает приходишь мрамор померил 700 ну ладно и человеку ничего не говоришь. Возможно это зависит еще от качества воды. Если у человека колонка жесткая плюс грунт мрамор такие цифры и видишь. А как ты относишься песочку с речки или к строительному? Не 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 песок с речки это он же в нем же ничего не живет он скамкуется и вода через него не проходит. Там анаэробная среда то есть там ужас то есть там рыба во первых он постоянно пылит этот песок он постоянно будет летать забивать фильтр это вообще не вариант то есть это нельзя. единственный песок это фирма Хаген тот песок который достойный вот он действительно нормально но и то его надо постоянно шевелить и смотреть места чтобы не было сероводорода там потрясающий песок вот торгуют еще аквакамни очень хороший песок мало чем отличается от хагеновского песка вообще на аквакамнях Дима тебе привет да Диме привет вообще все классно то есть все грунты все камни все настолько четко классно сделано приятно работать с этим всем и как бы рекомендую и сам продавец хороший да и сам продавец хороший парень качественный товар да он действительно профессионал своего дела ручка приятно тоже Дима да но так как ты часто возюкаешься в аквариуме сливаешь воду естественно пользовался разными сифонами какой фирмы тебе понравился больше а какой поломался при первом же разе очень долго живет триксов сифоны очень долго живут ну к примеру что касаемо травника я у меня два вида сифона первый вид сифона неизвестный китайский производитель который уже там несколько лет и он был сферватом такой длины я его потихоньку как бы бывает наступишь все обрезаешь он теперь уже такой что интересно у него 16 выход то есть мне мне же очень важно чтобы у трикси к примеру там 12 выход ну то есть там не дольше сливать воду дима сейчас про диаметр про диаметр да про диаметр шланга до выхода вот к примеру очень долго живет по багажнику летает на него там наступают все как бы это сифоны трикси я видел какой-то не знаю это замудренный сифон там весь такой соединяется сеточки я им пользовался в итоге плюнул пошел в машину взял почистил нормально человеку грунт моя практика если у вас цехлидник берете литровую баклажку с под кока-колой кока-колу выливаете в мусор выливаете в раковину пить ее нельзя там баклажки так как это особо ядовитая света они такие дебелые обрезаем баклажечку ставим туда от 14 до 16 шланга приматываем чистим прекрасно вычищает а можно здесь мы же тоже уже показали способ да можно вот и все да я очень честно говоря долго вот у меня там баклажки из-под кока-колы были я даже собирал вижу кто-то выкинул литровую баклажку я себе она живет где-то две недели баклажка ну если там по 7 аквариумов обслуживаешь и она гнется все-таки начинает ломаться ставишь новую очень удобно она твердая еще пробовали то же самое делать с баклажек с под хлорки но с баклажек с под хлорки не видно как оно тянет было прозрачное если было прозрачное но вот кока-кола самодельная 14-16 трубка на высоте аквариума ну вот стандартной высоте аквариума если у вас таз ведро стоит здесь оно не будет вытягивать грунт и ну очень хорошо вытягивает все грязь в общем самодельный степон всех обошел то есть как как вариант очень даже хороший ну а теперь коснемся сачков в котором ты ловишь рыбок такой порвался в первый день а другой уже 10 лет держится триксовский сачок у меня вот такой для там вылова астронотусов уже не знаю она лет 5 лежит я никак не распаковывал нет я никак не могу его потерять нигде то есть хорошие сачки я когда стоял на птичьем рынке мне шили специальные сачки под мои банки то есть под ширину моих банок чтоб я так раз вел и рыба никуда никуда не уходила вообще фирма трикси классная много позиций мои такие композиции с кораллами делались трикси зря их перестали возить не знаю почему там столько всего интересного из всяких фигурок и вообще там для собак там для кошек в трикси сачки отличные мне очень нравятся триксовские сачки представитель трикси обратитесь Дмитрию пожалуйста он очень нуждается в вашей продукции вот телефон в описании вот сузирия сузирия ну че оно перестало возить триксовские кораллы ну это ж мы их просто для псевдоморья не то что мы их мы их засасывали буквально то есть настолько шли ну такие декорации с этих кораллов получалось склеить там ну все нету ни одного коральчика нету ну так вы все забрали заводы не успевают делать склады это какие-то маркетинговые моменты в самом сузирии там что-то невыгодно им возить видно малая прибыль скорее всего я так думаю какие рыбки тебе нравятся вот как бы ты их поградировал самая твоя любимая рыбка на втором месте уже не такая любимая в плане оформления аквариума вообще или вот как мне как тебе как душа лежит вот самая моя нелюбимая это тернецеглуфиш нелюбимая эта рыба вытеснила напрочь рынок всей живородящей рыбы части хороциновых рыб вот к примеру родостомус отличная рыба живучая все найти никому не нравится он тернецеглуфиш давай вот найти сейчас гупешку хорошую ее трудно найти трудно ну я знаю и она дороже чем глуфиш да однозначно дороже например это рыба она ну короче много бед наделала в аквариум мистике мастер мастер да ну да не углуфиш и так далее мне вот как человеку который ну не знаю там на рынке харькова содержал на всех рыб нравится рыба с естественной окраской вот то что дано природой к примеру рыба малинезия не то что она любимая там с детства у нее естественная окраска не берем маловица которого пруд пруди спецьелло зебра пиндани и так далее вот берем к примеру такого маловица там аланакара на основном объекте нигде такой рыбы вообще нету то есть я обзавел бы берем васильковый аплохром естественный окрас не будем там пользоваться провероном он дорастает синеет очень интересная рыба рыба которую мало кто знает янорылый хаплохром кто-то слышал такую рыбу вот про улицу в интернете очень интересная рыба по форме мне очень нравится также танганика она труднее по содержанию у меня никогда не получалось ее почему-то содержать все эти юлидахромисы очень-очень нравится мне нравится из хорацины неон ну неон то понятно как бы ширпотреб вот наностомус хелодус вот я эту рыбу никогда даже не видел наностомуса видел вот даже заводил все он у меня прожил не знаю ничего не ел прожил 3 месяца и все весь ушел это привозная рыба у нас ее никто наверное не разводит ну арованы все эти хорны это астронотусы все это везде есть Константин есть такой аквариумист он занимается экзотической рыбой вот я к нему прихожу у него бывает проскальзывает там какой-то редкий вид метиниса я когда до войны жил у меня 4 аквариума было я постоянно постоянно что-то тягал от него у него рыба дорогая ну по карману как бы рыба с натуральной окраской пусть она будет даже серая но это будет натуральная природная окраска той рыбы которая плавает где-то там в притоке амазонки там где я никогда еще не был и возможно я не буду ну вот ребятки все все вопросики я Диме позадавал вы к сожалению не успели дописать я перечитал перед съемкой но вы не успели так что звоняйте ваши вопросы в этот раз не будут озвучены но в следующий раз когда мы соберемся я постараюсь их задать Диме ну а Дима постарается на них ответить так что спасибо за просмотр всех обняли всех поцеловали то что у Димы руки это вы только что клеили да спросите это вот пациент которого реанимировали делали ему операцию поэтому руки я просто знаю что вы пишете в комментариях так что все всех добра пока пока пока